Это Титана Боа, самая крупная и опасная змея из всех когда-либо существовавших на нашей планете. Она длиннее современной анаконды в два с лишним раза и тяжелее ее в 10 раз. Это чудовище царствовало в лесах Южной Америки 60 миллионов лет назад, наводя страх на обитателей джунглей. Но что, если бы этот страх остался и она не вымерла и продолжила эволюционировать? Как бы она чувствовала себя в современном климате и представляла бы змея-гигант угрозу для современного человека? Спойлер, да. Надеюсь, за это авансом можно влепить лайк. Прежде чем рассуждать о гипотетической эволюции Титана Боа, взглянем на ее оригинальную версию. Громадная рептилия населяла территории современной Колумбии, Венесуэлы и Бразилии, обитая в теплых тропических заводях рек. Строение черепа и позвонков позволяет предположить, что по физиологии и повадкам Титана Боа сильно напоминал современных анаконд. Это была массивная змея с относительно маленькой головой и невероятно развитым мышечным аппаратом. И не обольщайся тем, что у нее отсутствовали ядовитые железы. Невероятная мускульная сила Титана Боа позволяла ей с легкостью душить и перемалывать кости крупных позвоночных хищников, кайманообразных серохонизухов и крокодилов из семейства Диразаврит. Поэтому у тебя вряд ли получилось бы сделать хорошее селфи на фоне этого монстра. Но все же основным рационом удава-гиганта являлась рыба, поскольку ее челюсти были оснащены рядами мелких зубов, напоминающих крючей, явно приспособленных для захвата небольшой и скользкой добычи. При взгляде на реконструкцию Титана Боа в натуральную величину, созданную в 2012 году и выставленную на Центральном вокзале Нью-Йорка, тебе в голову невольно придут мысли о скандинавском Юрмунганди, змее Рагнарёка. Настолько велико и ужасно это создание. Длина удава по самым средним подсчетам доходила до 15 метров, а весить чудовищный змей мог до полутора тонн. Если бы ты каким-то чудом приблизился к Титана Боа и встал рядом, то верхняя точка его туловища доходила бы тебе до пояса. Учитывая размеры и безмерную мощь этого существа, можно с уверенностью предположить, что перед нами сверххищник начала Кайнозойской эры. Каковы же причины столь впечатляющих габаритов? Одно время учеными высказывалась теория о том, что гигантизм позволял холоднокровным рептилиям поддерживать необходимую температуру тела в течение длительного времени. Это нам с тобой не составляет труда сохранять умственную двигательную активность при значительных похолоданиях. У присмыкающихся вроде Титана Боа или Анаконды такой фокус не срабатывает. Им нужна постоянная термоподпитка, будь то лучи солнца или теплые воды тропических рек. При увеличении размеров живого существа отношение объема тела к площади его поверхности растет в экспонентном порядке. А следовательно, накопленное днем тепло гораздо медленнее рассеивается за ночь, позволяя животному оставаться активным в течение суток. И действительно, многие ископаемые присмыкающиеся из окрестностей Серихона родины Титана Боа были весьма и весьма немаленькими. Это из 7-метровой крокодилы-охерантизухи и черепахи рода Карбонемус, величиной с небольшой автомобиль. Но как же тогда выживают более мелкие присмыкающиеся и как объяснить феномен гигантизма у его наиболее ярких представителей динозавров, которые, судя по последним открытиям, вообще были теплокровными? Вопрос остается открытый и по сей день. А что нам известно совершенно точно, так это то, что огромные размеры не спасли Титана Боа от неминуемого вымирания. Змеи-гиганты терроризировали леса Южной Америки в течение всей палеоценовой эпохи. Но уже в оценовых отложениях палеонтологи не находят ни одного останка Титана Боа. Их вымирание явно как-то связано с резким глобальным потеплением, произошедшим около 55 миллионов лет назад и получившим название палеоценооценовый термический максимум. Средняя температура на всех континентах увеличивается на 8 градусов, а содержание углекислого газа в атмосфере достигает 3%, что в 7 раз выше современного значения. Вымирают многие виды животных, в их числе и Титана Боа. Казалось бы, всеобщее потепление должно благоприятно сказаться на жизни холоднокровных животных, но все не так просто. Из-за увеличения концентрации СО2 водный баланс морей и океанов, а значит и рек, сдвинулся в сторону кислой среды. Добавь сюда значительное повышение температуры воды и в итоге получим массовую гибель многих видов рыб, в том числе и пресноводных. А рыба, как мы уже знаем, являлась основным источником пищи для Титана Боа. Этим громадным змеям, скорее всего, попросту не удалось в кратчайшие сроки адаптироваться к таким условиям, и вскоре они исчезли с лица Земли. Но что, если бы змеи-гиганты все же пережили этот период? Предположим, что за несколько миллионов лет южноамериканские реки заселились бы новыми видами рыб, приспособленных к изменившимся климатическим условиям. Скорее всего, Титана Боа оказалась бы в самом настоящем змеином раю. Обилие пищи, постоянное тепло и высокая влажность позволили бы и без того огромному созданию вырасти до еще больших размеров. Тем не менее, следует помнить, что в таких же тепличных условиях развивались бы и природные враги Титана Боа – крокодилы. От природы, обладающей феноменальной силой и крайне высоким болевым порогом. А как показывают современные наблюдения, те же анаконды, даже наиболее крупные в состоянии, справятся лишь с молодыми и небольшими кайманами, и зачастую сами становятся пищей для взрослых крокодилов. Также возможен был бы для Титана Боа и полный переход на сушу. В начале Ооцена леса и равнины континентов заселяются новыми видами млекопитающих. Это явление не обходит стороной изолированную в то время Южную Америку, фауна которой развивается по австралийскому типу и являет миру большое разнообразие эндемиков. Для сравнения, исследование местных верхнепалиоценовых толщ говорит о примерно 70-80 биологических таксонах, населяющих данный регион, но уже к середине Ооцена их количество возрастает до 120. Правда, смена водного образа жизни на сухопутный привела бы к тому, что Титана Боа пришлось бы несколько сдать в размерах по вполне понятным причинам, а также обзавестись другими зубами, более приспособленными к разделке туш, нежели к рыбной ловле. А вот дальше нашего чешуйчатого героя ждало бы настоящее испытание. Около 45 миллионов лет назад высокотемпературный режим сменяется также внезапным глобальным похолоданием. По одной из версий, в результате палеоцена и оценового потепления в арктических морях начинается бурное развитие плавающих папоротников семейства сальвиниевых. Отмирая, эти растения огромными массами опускались на морское дно и безвозвратно изымали углерод из атмосферы, что приводило к незамедлительному падению температуры на планете. Мало того, тектонические движения, окончательно разъединившие Южную Америку и Антарктиду, совершенно поломали глобальную систему теплообмена. Средней годовой температурой для нормальной жизнедеятельности Титанобоу является диапазон в 30-34 градуса, в то время как к концу ее цены этот параметр в Южноамериканском регионе составляет порядка 25. Единственным выходом из данной ситуации является переход на гаммойтермию, то есть на теплокровность. И решение это кажется не таким уж невероятным. Во-первых, Титанобоу, как и другие рептилии-гиганты, в силу своих размеров уже обладает инерциальной теплокровностью, сохранением тепла за счет большого объема туловища. Во-вторых, современные удавы и питоны могут повышать температуру тела, свернувшись к кольцу и сокращая мускулатуру. Особенно часто этот прием используют в процессе высиживания яиц. В-третьих, некоторые виды рептилий, такие как аргентинский тегу, могут увеличивать частоту дыхания и сердечных сокращений, поднимая температуру тела аж на 10 градусов. Всего-то пара-тройка миллионов лет сознательных и упорных тренировок, и, глядишь, Титанобоу пережил бы и ледниковые периоды. Предположим, что это все же им удалось, и удавы-гиганты шагнули таки в неоген. В то время млекопитающие вовсю завоевывали жизненное пространство Земли, не обойдя вниманием и Южную Америку. Тропические леса заселялись муравьедами, ленивцами, броненосцами и разнообразными копытными. Голодать Титанобоу здесь явно бы не пришлось. К тому же в Плеоцене южноамериканский континент соединяется с североамериканским, и рацион змея исполина пополнялся бы новыми блюдами из тапиров, лам и лошадей, устремившихся на покорение неизведанных тропических лесов. Ну, а в качестве десерта сгодились бы ранние приматы, широконосые обезьяны, только-только появившиеся на страницах летописи эволюции, начавшие познавать все радости и горести бытия. Ну и, наконец, антропоген или четвертичный период. Очередное похолодание понижает среднюю температуру на планете на 10 градусов, а ледниковые покровы полностью сковывают Антарктиду, Гренландию, а также северные широты американского и евразийского материков. Оледенение практически не затрагивает территорию Южной Америки, за исключением Анских гор. Для гипотетически эволюционировавшего удава Титана тропический южноамериканский климат все еще остается приемлемым. А большинство вымерших животных представлено гигантскими видами, навроде Мегатерия или Дедикуруса, охота на которых затруднительно даже для такой монструозной рептилии, как Титана Боа. Около 13 тысяч лет назад здесь в лесах Амазонии появляются люди, изначально легкая и доступная добыча для змеи переростка. Скорее всего, столкновение человека с подобным существом было бы навсегда увековечено в произведениях первобытной живописи и фольклоре, как это произошло с анакондой, образ которой явно прослеживается в индейских легендах о змее Байтата, а также в мифе о великой анаконде. Ну а по мере развития человека, основание крупных поселений и городов Титана Боа при всей его ужасающей мощи и вовсе перестал бы представлять реальную угрозу для людей, разве что для одиноких и беспечных путников, забредших в амазонские джунгли слишком глубоко. И да, вполне вероятно, что с антропогеновым исчезновением многих гигантских видов животных нашему герою пришлось бы подурезать свои габариты. Все дело в том, что действительно сильных и представляющих реальную угрозу соперников к концу плейстоцена началу голоцена для Титана Боа в природе не осталось. А как известно, излишние габариты и мускулы, существование которых никак не оправдано, прямой путь к вымиранию. Уж больно сложно прокормить полуторатонную тушу муравьедами да обезьянками. Куда проще произвести своеобразный даунклокинг и сбросить вес килограммов эдак до двухсот, а длину тела метров до шести. То есть, попросту говоря, эволюционировать или инволюционировать в анаконду. И кто знает, быть может, южноамериканская легенда о великой анаконде не что иное, как история о древнем змее, вселявшем ужас в обитателей южноамериканского леса 60 миллионов лет назад. Напиши свое мнение на этот счет под этим видео и обязательно нажми на колокольчик. И да, если когда-нибудь окажешься в серпентаре, внимательно всмотри в стеклянные глаза удава. Не промелькнет ли в них угасший огонек воспоминаний о давно ушедших эпохах и своем потерянном величии? Субтитры создавал DimaTorzok